Все фотографии сделаны одним кадром. Это не склеены в фотошопе два разных кадра, а все сделано в едином кадре. Вот это медузы под Севастополем, это Черное море Крым. Там были медузы Аурелии, вот это медузы Корнероты. Вот этот снимок сделан в Петер Ханкуте, тоже Черное море, тоже в Крыму. Вообще, хочу сказать, что мы все любим такие пейзажи вечерние, закатные, рассветные. Но когда ты плюс к этому пейзажу применяешь технику совмещенную с погодной съемкой, это всегда дополняет кадры и делает его еще более эффективным. Опа! Вот этот кадр сделан, вот этот первый и второй. Это Командорские острова, это Бакланы Командорские, к которым, ну, я не буду рассказывать, как долго к ним добирался, но сделано это вот с помощью эффектива Фишай. То есть, соответственно, чем еще хорош подводный фотограф? Тем, что когда он надет свой медленный костюм, там, бризиновый, и он подплывает к животным, к животным можно подобраться достаточно близко. Они его не воспринимают как человека. То есть, это касается и москитных, и потепляющих. И вот в данной ситуации мне позволило приблизиться к Бакланам. То есть, чтобы сделать этот кадр, Баклан и метр от меня. Ну и, соответственно, кадры получаются эффектные. И, так, оба эти кадра, они, ну, заслуженно, мне кажется, получили многие награды. Это сделано также на Командорских островах. Это остров Арий Камен, такой большой, птичьи глаза. Тоже такой, мне кажется, хорошо показывает гармонию подводного мира и надводного. Это примерно там же, где сделаны Бакланы. Это вот и щенки мастер-котиков, которые так же, когда в воде подплываешь, они достаточно близко тебя подпускают. И, ну, в случае с котиками, они там не то, что близко подпускали, они еще и во всю играли. Но снять их можно прямо в упор. Ну и для того, чтобы сделать фотографию более интересной, мне кажется, прием сплита здесь как раз очень получился уместный. Вот этот прием сплита, он как раз в фотографии позволяет показать, ну, взаимодействие и для животного, то есть среду обитания и сухопутного, и водного, как в случае с бакланами, в случае с морскими котиками для них. И, то есть, какую-то часть жизни они проводят на суше, а какую-то живут в воде. Ну, вот такой же, вот такой с ним чайка, один из моих любимых, который сделан на Кувиллах. Ну, тоже он показывает как раз взаимодействие трех стихий. Воздух, земля и вода. И, собственно говоря, вот морские птицы, которые живут во всех трех стихиях. Ну, этот с ним их сделан был аквайер «Черное море Севастополь». Ну, здесь уже вообще всегда интересно, когда в сплите, все присутствуют какие-то животные. Ну, в данной ситуации этот снимок сделан, во-первых, в двух средах, то есть это сплит. Во-вторых, он сделал немножко на длинной выдержке, с применением длинной выдержки. И показывает движение птиц, то есть здесь хорошо видно, как они машут правильно. Ну, и плюс какая-то мелкая рыба. Ну, не обязательно наличие каких-либо животных. В принципе, просто сама по себе сплиты и пейзажи, снятые с применением этого приема, они тоже выглядят очень эффектно. И самое главное, они вот здесь не требуют там какого-то плавания, погружения. то есть, ну, это буквально можно по колено зайти в воду, там, в покое, взять с собой камеру. Но, к сожалению, с обычной камерой это не сделал, все равно нужно взять камеру водо-защитным боксом. И вот, опять же, такие вечерние сплиты. А это уже практически ночная съемка. Это съемка на Байкале. Кто знает, как зовут вот этого дракообразного твоего знакомого? Да, это гамарус, да, это эндемик Байкала. И вот я прям рано утром встал, пошел поплавать и прямо около берега нашел плавающий гамарус. Да, нас попросили чуть-чуть пораньше закончить. Ну, то есть, в сплитах можно сделать постановочные кадры, как-то так попавлаться. Ну, то есть, для творчества здесь тоже безграничное абсолютно пространство. Ну, и, опять же, можно сделать такие кадры, вот такие вот очень эффектные, показывающие, вот, как здесь, работу рыбаков. То есть, вот, рыбаки на Сахалине, которые занимаются промыслом лосося. И вот, показано. Вот я прям внутри сети нахожусь и с помощью сплита покажут работу. Ну, вот с фотографиями все. Рассказываю про настройки все. Давайте, во-первых, после наступления, можете подойти посмотреть на пост, пощупаться, задать вопросы. Ну, и сейчас, если есть какие-то вопросы, задавайте, мы с удовольствием ответим. Спасибо. 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 Спасибо.